Ну, прилетит так прилетит. Тут же ничего не поделаешь, если судьба такая. С другой стороны, ты же не просидишь всю жизнь в подвале. Тут шампанский, девчонки. Шампанский. Я шампанский. Светби по ветреной тревоге. Прекрасно. У нас нервы с херячет в ближайшие 15 минут. Ребята, Яна, давай это кому-то сейчас дадим. Ну, вообще, как-то ничего не воруем. Мы непрактично. Театр, одно слово. Я сейчас представляю количество хита и количество комментариев. Типа, у них война. Да, у нас война. Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, друзья, а я Татьяна Комарова. Мы с Таней работаем в театре, в Киевском театре. И вот недавно наш театр, я с нашим театром, мы ездили на гастроли. Ну, не со всем театром, с одним спектаклем нашего театра. С одним спектаклем в основном по прифронтовым городам. Вот так вот получилось. По прифронтовым городам Украины. Были в Кривом Роге, до этого были в Полтаве. Полтава оказался спокойный город в этом плане. А вот Кривой Рог и Днепр, конечно, 50 километров. Что Кривой Рог, что Днепр от линии фронта. Мы въехали в Днепр. Вообще хочу сказать, что в Днепре вот очень часто такое бывает, что прилетает пожилым домам. Вот у нас было видео, кто смотрит наши видео постоянно, тот помнит. Ты помнишь, мы собирали деньги, девочку ужасно покалечило, когда был прилет в большой девятиэтажный дом. Год назад это было. Нет, это было 15 января. Января, зимой, это значит. Да, я как сейчас помню, девочка праздновала свое 18-летие. И вот она такая потом вся в бинтах, глаз нет, вся порезана, все тело изуродовано. Там очень много людей погибло и под завалами. Потом доставали людей. Мы собирали вот на помощь вот этой вот девушке. И такое в Днепре случается часто, поскольку, если вы посмотрите по происшествиям, вот за всю эту войну, прилетала и в больницу, и в поликлинику, и в ветеринарную клинику, и в автовокзал, и в психиатрическую больницу. Ну, в общем, достаточно часто. Мы даже, когда уезжали, вот досмотрите это видео до конца, мы даже проезжали разбомбленный дом в центре города. Такие же трамваи прикольные. В Кривомроге тоже такие квадратные. Смотрите, уже генератор стоит, приготовленный. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот тут мы будем играть, но здесь... Так, ребята, вас сейчас опять будут кормить. Все время здесь кормят. Все время на гаджерах. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, на третий поверх. Как? Сюда, сюда. Ага, спасибо вам. Я тут стою симафором. Ага, спасибо. А не, уже костюмы начали. Ага, дай я почу. Добрый день. Доброго дня. Прийду застрелю и буду кататься как колобок. Для тех, кто зараз будет писать, что у нас канал російською мовою, я отвечаю на зли для целей из многих стран. Доброго дня. Так, нашла своих. Вова, привет. Нам куди? Не знаешь? Вот тут взлива сцена. Ага, окей. Тут вот женственный, тут мужественный. Мужественный, мужественный. Мне мужественный не надо. Женственный пока тоже. Идем, значит, смотреть на сцену. А где люди? Рассосались? Так, это у нас наша коробка. Два дожди, Андрюха, что что я запрямляю? У нас самая. А, там доводчик. Коля, мы здесь живем? Здесь костюмы, а живем, по-моему, в следующем. Там, наверное, будут чайнички, печеньки. Хорошо, понятно. Я любимое развлечение. Так, винегретик. Какой-то запах урисольника, какое-то второе. Так, Танечка. Паровая котлета. Давай я у тебя посмотрю. Что нам? Да. Ага, прекрасно. Приятного аппетита. Только и делаем. Что у нас? Супчик. На рассольничек похож. Да, пахнет рассольником, да? Да. Как в этом роде. Прекрасно. Соленое. Итак, мы в Днепре. А сейчас вот тебе, конечно, повезло в этой поездке, потому что так вот мирный, тихий, уютный, красивый город. Там дети, там мамы с колясочками. Вот даже и не скажешь, да, что по этой съемке даже и не видно, что война. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, люди же ходят по улицам, когда нет тревог. Ну, понятно, да. Когда нет тревог. Ну, хотя в Днепре достаточно попустительски относятся к тревогам, но люди уже привыкли. Ну, как и везде. Да, как и везде. Ну, прилетит так прилетит, что делать. Вечером это все горит, это все подсветивается. Вот здесь вот уже эти люстры. Смотрите, какой мурал. Люди в масках, врачи. Так, сделаю фотку здесь. Собаку видно не будет, но хотя бы я с этим дядей. Вы знаете, вот то, что я успела, сколько у меня было времени, столько я бежала от Днепра. Ну, на самом деле, мне очень понравилась атмосфера. Атмосфера в Днепре. Кто-то даже писал, вот я сделала фотографию, вот с этим, ну, как мне показалось, это оценщик. Кто из Днепра? Я знаю, что у нас много зрителей из Днепра. Напишите, пожалуйста, кому посвящена эта скульптура, потому что я не поняла, честно говоря, потому что я уже думала, я уже думала, офтальмолог, потому что там рядом оптика была, надо мной в театре посмеялись, не офтальмолог. Потом кто-то сказал, что это оценщик драгоценностей. У Тани даже была версия, что это чехов с каштанкой. Ну, да. Ну, в общем, честно говоря, я не поняла, что это за скульптура. Там написали даже, что рядом с театром хорошая кофейня. Татьяна Вов, по-моему, написала. Но очень приятно, когда вы такие вещи пишете. Знаете, я особенно кофеман, для меня это очень важная такая штука. И очень хорошая атмосфера. Очень хорошая атмосфера в Днепре. И, конечно, нам хотелось гулять и гулять. Ну, к сожалению, времени не было, да? Изменился Днепр. Мы раньше приезжали на гастроли несколько лет назад. И города меняются, хочу сказать, несмотря на войну, меняются в лучшую сторону. Они становятся краше и ухоженнее. Вот серьезно. Не, ну, при том, что остаются, да, вот разбомбленные дома, но все равно... Стараются это все восстанавливать и действительно как-то еще и бережнее относиться к своему городу. Да, мне такое ощущение. Да, да. Вот стараются как-то украсить город. Ну, разбомбленные дома не всегда удается быстро восстановить. Но к городу относятся. Вот я по Кривому Рогу заметила хорошие изменения. Вот по Днепру опять-таки. Кривому Рогу. Продолжение следует... Вот я знаю, что в Кривом Роге дети не ходят в школу, они учатся онлайн, они один раз в неделю, там в пятницу, они там посещают школу, поскольку прифронтовой город. А вот в Днепре я не знаю, вот напишите, я не поняла, честно говоря, не было возможности пообщаться с днепрянами. Люди ходят и рассуждают про Черный квадрат Малевича, вот этот интеллигентный город. Только же проходила, бабушки рассуждают про Михаила Сергеевича Горбачева, кто-то говорит про Черный квадрат. И было очень смешно, вот на этих вот желтеньких скамеечках, ну посмотрите, которые сзади меня, это рядышком с тем театром, где у нас гастроли, сидит какая-то бабушка. Сидит, значит, смотрит, смотрит на нашу афишу и говорит, ой, а это что-то новенькое. Мы говорим, нет, это Киевский театр приехал. Ой, а сколько идет спектакль? Ой, а интересный? А какая музыка? Так, не звонят. Сейчас поймем. Катя, привет. Ну не дуже, давай я тебе протолкну и через три секунды. Давай. Хочу закончить вам рассказать. Ну вот. И он говорит, ну сейчас пойду вон туда, куплю бубликов. Ой, а может вы пойдете мне в кассу билетов купите? Ну, в общем, такое. А хороший спектакль, ой, а я знаю этих артистов. Ну, в общем, бабушка, чувствую, придет. Сегодня я думаю, что, ну не то, что думаю, точно знаю, что кто-то из наших станет подписчиков придет. Вот, так что, ребята, приходите в наш театр. Театр драмы и комедии на левом берегу Днепрак. Кто живет в Киеве, мы ездим на гастроли. Кто живет в других городах, будем об этом объявлять на нашем канале. Так же подписывайтесь, ставьте лайки. Видео выходит в понедельник и четверг. А мы с Таней работаем в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Вот эту вот афишу видела эта бабушка. А сидела она вот ровно вот на этих вот лавочках. Пошла, купила себе бубликов, наверное, пошла, купила в кассу билет на спектакль. Смотрите, какая инсталляция. И придет, наверное. Ну, в Днепре у нас то же самое, в общем-то, что в Кривом Роге. Была, значит, одна воздушная тревога, были сирены. И в новостях тут же такие нормальные взрывы в Кривом Роге. Вот только мы оттуда уехали сейчас, и там несколько взрывов по итогам прошлой тревоги. Отбой. Вот это у нас до спектакля сейчас 20 минут осталось. Был очень быстрый отбой, поскольку это баллистика. Вот, сейчас новая воздушная тревога. Опять Днепропетровская область, сейчас ждем. Зрителей мы запускать не можем, спектакль начинать мы не можем. Вот, и если посреди спектакля, то, конечно, не дай бог, придется прерываться. Вот такое-то. Дай бог, чтобы не прилетело. Потому что в Днепропетровской области позавчера, позавчера, да, был прилет, и погибли люди. Вот. Вот так работаем. Только условия. И люди точно так же. Ну, люди же едут в театр, вот они купили билеты, там, цветы купили, да, готовились. Ну, и вот по итогу вот так вот. Ну, а люди стараются жить свою жизнь. Жизнь вот такая вот. Жизнь одна, невозможно в подвале всю жизнь просидеть. Ну, и, в общем, становятся такими фаталистами. Ну, что? Ну, прилетит так прилетит. Тут же ничего не поделаешь, если судьба такая. С другой стороны, ты же не просидишь всю жизнь в подвале. Ты же не убережешься от всего. Ну, выбора нет. Стараются вот жить как могут вот в таких условиях, которые есть. Жить как могут, работать как могут, радоваться как могут. Находить поводы для чего-то хорошего в этой жизни. Так, сорок одна минута. Что-то какое-то за погаренье. Ну, вот я стою, что-то мне... Не знаю. Сорок одна минута. Ну, ждем. Ну, если сейчас будут выбухи где-то, так это понятно, что уже скоро будет отбой. Пока выходы только были баллистики. Да. Так, это может быть надолго, если это крыла, эта ракета. Это может быть так, что дали отбой. Мы опустили глядача и через минуту снова дали тревогу, если не случилось. То есть может так быть. Так, лучше почекать, наверное, хвилины три. Ну, а сейчас будем ждать отбой. Если 10 минут до конца, то доиграем. Нам тогда в комментариях написал, типа, давайте лучше о театрах, чтобы все о ракетах да о ракетах. Ну, понимаете, вот я ответила, что когда раньше артисты, допустим, уходя из театра, оставшимся артистам, которые играют сегодня спектакль, желали хорошего спектакля. Сейчас они желают спектакли без тревог. Да, дай бог сыграть без тревог. И в кино тоже, когда вот идут съемки, тоже дай вам боже, там, без тревожных смен. То есть это вот как бы сейчас желают, чтобы не было тревог. Потому что еще, знаете, кроме того, что качество спектакля, не то чтобы только зрителям понравился спектакль, а еще стоит самая главная задача, чтобы зрители живыми ушли. Ну, вот еще такая штука. Ну, желательно, чтобы актеры тоже живыми остались. Ну, да. И актерам, в общем-то, деваться некуда, поскольку, знаете, когда вот прерывается спектакль, тоже такое. Это очень тяжело, да, потому что спектакль идет по накату, а потом вот с того же момента начинать. В самом неподходящем месте прерывается спектакль, орет тревога, люди выходят. И, значит, все сидят и достаточно уныло ждут. Уныло ждут, когда это закончится. Мало того, артисту же важно не потерять вот то состояние, в котором он закон... ну, прерывали его. А люди у вас хаваются десь, в укрытии, поразняют в улице, или наплевать? Не? Ходят, да? И прилеты бываете, если вы не ходите? Ну, у нас ни разу не было такого, чтобы во время спектакля, слава богу, были прилеты. Не-не-не, по городу я имею в виду. В городе я имею в виду. У нас обычно люди не прячутся. Чтобы не было, они выходят на улицу и курят перед театром. Но это в театре. А вот в улице пустеют или нет? Нет. У нас в Киеве, потому что в метро спускаются молодежи. Нет? Привыкли. Да. Ой, очень жалко шутить. Ну, так как все-таки? Сыграли вы спектакль или нет? Не, ну, сыграли. Было две тревоги. Ну, опять-таки, остановки. Сидим, ждем уныло, когда это закончится. Сыграли. И потом... Ну, вот опять-таки, мы не можем себе позволить, знаете, вот когда закончили спектакль, как было в Кривом Роге, что всех выгоняют в убежище. Мы не можем пойти в убежище, потому что нам нужно разбирать декорацию, нам нужно собирать вещи, потому что на следующий день мы выезжаем в другой город. Ну, то есть собирать декорацию, это тоже не пять минут, поэтому на тревоги мы тоже не обращаем внимания. Ну, а что делать? Смотрите, я не знаю, или видно. Вот здесь вот такие вот вдоль по периметру, вдоль всего зала, вот такие вот, блин, атланты. Ну, не видно, жалко. Внимание. Ой, дякую вам, да уже. Ну, же, дякую ему, бы красиво. Смотрите. И вот это вот оно все на поклоне подсвечивалось. Я после спектакля снимаю, чтобы вам показать, как это красиво. А скажите, у вас в Лядацьке фойе там выход открытый, чи закрытый? А, открытый. Я пойду, подивлюсь. А, добрый, дякую. Вот это вот хочу вам показать, потому что там, где зрительское фойе, там оно тоже так с выдумкой все оформлено. Так, мне сказали, что сюда можно выйти. Светла тут також нема. Сможет мне пойти, правда, вам ничего не видно, мне тоже. У вас просто дуже красиво оформлено О, там самое Глядацьке фойе. Оно так стилизовано. Дякую вам. Не успела. Правда, такова. Очень красиво. Там дело в том, что оно так в национальном стиле, оно так с выдумкой сделано. И так, знаете, вот стилизовано. И стилизовано. И зимний сад есть. Ну, в общем, я такое люблю. Красиво. У нас сегодня день рождения. Вот у Ниночки. День рождения. И мы сегодня едим. А Суши отмечаем день рождения. Шампанский. Я шампанский. Ой, стаканчик еще. А ложка есть? Ложка не есть. Ешь на руками, кушай. Хуешь? Я знаю. Нино, ну. Нино, ты будешь шокиняк, шампанский. Якую, Гарда. Девочку, обложечку. А ты, может, нечего, девочку обложечку. Смотрите, как красиво. Какой стол красивый. Нет, Андрюша, сегодня только сюда и еще шампанское. Мы этим девочкам не хватает. Одним. В Днепр. Мы едем в отель. 11 вечера. Вот тревога как началась, так отбоя не было. Ну, смотрите, ростной город сейчас. Наташа, а у вас тут, пожалуйста, скажи, какие планы на завтрашний ранок? На завтрашний ранок мы выезжаем в 10.30. В 10.30? Да. До того, кормления есть или нет? Да, думаю, да. Ты думаешь или огласишь время? Оглашу время. Как узнаю, вот так и оглашу. Так, мы идем селиться в отель. Так, мы идем селиться в отель. Добрый вечер. Так, шестон другое. Мы остались в последнее, чтобы вы понимали. Все слышали? У нас в Витби повитренные дороги. Прекрасно. У нас не расхерячат ближайшие 15 минут. У меня есть подружка. Аленка. Она... Я покажу фотографии. Вот честно, просто фобия. Надо будет звук удалять. С утром. С утром. Что у нас тут? Дайся, Лера, что нравится. Хорошее видео. Сейчас ничего не видно, но... Давайте я вам коридор пока покажу. О, карточку надо вставить. Так будет самое сообразительное на схеме. Слушай, ребята... Яна, давай это кому-то сейчас дадим. Давай сами пойдем в номер водителей, а это кому-то сейчас дадим по-быстрому. И проведем весело время. Приходите к нам. Нет, это крутяк, девочки. Вы что? Иди сюда. Ух ты. Там балкон. Там балкон. Класс, вообще. Красиво. Как здесь утром будет красиво. Утром снимем. Вы ничего не видите, ребята? Поверьте, это крыська. Серьезно, вы поверьте на слово. Так, у нас еще и вино. Столова, сухая, 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 черная. Пойдет. На безрыбье и раковина. Почему как у нас на безрыбье? Не могу такого сказать у нас. Девочки. А ну зайдите в сантехнику. В стадион. В стадион так стадион. Смотрите. Вау. Бедное. Смотрите как. Вот так. Да. Да, мы работаем. Но мы и отдыхаем. Так. Где-то у нас здесь сейф. Точно. Настя всегда находит сейф. Я его теперь нашла тоже. Девочки, там есть халаты. Вы знаете? Практически. У нас есть вода. У нас есть чай, кофе. У нас есть чайник. У нас есть телик. У нас куча спальных мест посадочных. Вообще все хорошо. Только как-то темно. Давайте попробуем повключать все. Ой, мамочки. Что-то как-то. Обратный эффект. Идея была плохая. Так, что это? А светло не какое-то такое. Экономное вообще. Тут какие-то стаканы тоже. Тут мини-бар, девочки, есть. Девочки, здесь мини-бар. Тут какие-то невразумительные напитки. Маленькие по объему. Какие-то чипсы сверху. Прекрасно. Кто не спит. Кто не хочет, там и спит. Девочки, у нас еще тапки есть. Я думаю, прекрасно. Приехали в театр, да, киевский. И такие отзывы. Украли вишаки. Нет, мы обычно вишенки не воруем. Ну вообще как-то ничего не воруем. Мы непрактичные. Может, там халаты тоже на веревочке? Я думаю, мы дурочки, мы непрактичные. Мы вот это ни тапочек не тырим, ни мыльно-рыльных. Иногда мыльно-рыльный берем, потому что, знаешь, типа, вдруг в следующем городе не будет. Это максимум. Дураки. Ну что делать? Ну, театр, одно слово. Ну, метраж, конечно, впечатляет, если честно. Отель хороший. Вот я сейчас представляю количество хита и количество комментариев. Типа, у них война. Да, у нас война. Именно поэтому мы стараемся жить так, чтобы не было мучительно и больно, если вдруг шут. Радоваться жизни вообще каждый день и каждый, каждый час. потому что что нас может больше порадовать, чем общение друг с другом. Ну что, ребят, до завтра. Подписываемся на канал, ставим лайки. Я думаю, ветер красный. Ветер в понедельник и четверг. Доброе утречко. Днепр забывает ветер. Ночь без тревог. Это прекрасно. Доброе утро, друзья. Мы в Днепре. Сегодня мы едем в Крапивницкий. А сейчас мы идем на завтрак. Мы постоянно все все ежем. Куда ты бежишь? Что-то не успеваешь. Не высыпаешься. Ну, прекрасный округ жизни. Мне нравится. Мы выздоровели. А, еще постоянно ешь. Вот. Всегда работаешь. Не высыпаешься. Опаздываешь. Бежишь. И все время ешь. Это у нас какой этаж? Шестой. Шестой. Нет, пешком мы не пойдем. Мы поедем на лифт. Ну, мы поедем на лифт. Ух ты. Хорошо. Добрый ранок. Смотрим, что здесь у нас. Добрый ранок. Так, здесь наши пекуты, сисочки. Добрый ранок. Добрый ранок. Добрый ранок. Так, прекрасно. Отличный завтрак. Просто прекрасный. Вот такой вот завтрак. А там еще сырнички есть. А ночи, между прочим, ревод не было, и все хорошо. То есть, ночи, мы спали. Ну, спали. Немножко, но спали. Правда? Красиво. Так, вещи собраны. Так, не сюда. Отсюда. Поехали дальше. Так, вроде ничего не оставили. Ну, поехали. Ключик взяла? У вас был один? Все взяла. Все крути, которые ты нашла, ты взяла? Здесь тоже красивый вид такой. Смотрите, зато меня. Красиво. Так, поехали. Красиво, красиво. Нужно ехать в Круппиенецкий. Паскакали дальше. Куча веселек у меня с Киева. Из Киева. С собой катаются яблоки и сушеная манга. Поэтому у меня вот еще одна сумка в сухом. Так. Уехали. Дякую. Не, не корыставалась на меня. Гарного дня, дякую ему. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Это вот сюда прилетела ракета. Вот он, смотрите. Мы вообще думаем, все по зашиту вроде и центральной улицы. Думаю, что уж так и равно. По центру города. Да, да. Машина, он. Они за 10 роков замужились 50 тысяч. Ну, а дальше мы поехали в Круппиенецкий. Это бывший Кировоград. Да, очень самобытный такой городок. Мы там посетили еще одно небольшое местечко, которое называется Соренто. Ну, в общем, короче, смотрите. Я хочу сказать, что ни один город, ни один не обошелся у нас без тревог. Вот в каждом городе мы попадали на пару-тройку тревог. Ну, Кропивницкий не исключение. Смотрите следующее видео. Смотрите Кропивницкий. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ну, и мира всем. Не без тревог. Спокойного вам хорошего вечера и дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok